Привет, я Нил Адамс. Я здесь, чтобы познакомить вас с некоторыми из основных пунктов обучения по каждой из техник Гёкёновадзе. При демонстрации или обучении мне нравится использовать все части и всю систему целиком, всю сущность, где я показываю технику в целом, потом разделяю на отдельные элементы, затем снова собираю все вместе как единое целое. Я бы хотел предложить вам использовать ту же систему в вашем тренировочном процессе, но прежде чем мы перейдем к Гёкёновадзе, я хочу сконцентрироваться на некоторых основных принципах, которые важны для всех приемов дзюдо. Когда я обучаю кумиката захватом или кудзуши в выведении из равновесия, я использую традиционный захват рукав и отворот в качестве стартовой позиции и разграничиваю каждую руку по ее основным функциям. Руку я контролирую с помощью рукава. Обычно захват размещается у локтя, по нижнему шву дзюдоги. Он контролирует форму приема и направление броска на протяжении всего его исполнения до самого завершения. Другой рукой я захватываю отворот дзюдоги. Эту руку я называю направляющей, так как она определяет направление броска и показывает, где упадет соперник. Вместе руки управляют, контролируют и направляют соперника и создают кудзуши, разрушая его равновесие. Я также считаю полезным в учебном процессе обратить внимание на концепцию линии баланса. Следует помнить о двух таких линиях баланса. Горизонтальная линия баланса – это точка, которая определяет устойчивость вашего соперника в направлениях вперед и назад. Вертикальная линия баланса определяет устойчивость соперника влево и вправо. В случае, когда соперник находится точно на этих линиях баланса, то он находится в максимально устойчивом положении и его нельзя бросить. Кудзуши заставляет соперника смещаться вокруг этих линий баланса, таким образом нарушив его равновесие. Вперед или назад за горизонтальную линию баланса, или влево или вправо над вертикальной линией баланса соперника. Теперь соперник становится слаб и может быть брошен. Эти линии баланса также должны быть учтены при обучении правильному положению стоп и тела для каждого броска. Чтобы правильно выполнить прием, Тори необходимо правильно расположиться на своих собственных линиях баланса. Без особого внимания на это ученики могут расположить себя неправильно, и им не будет хватать основной силы и устойчивости для броска. Поэтому правильные инструкции всегда должны гарантировать, что ноги поставлены так, что Тори стоит на правильной стороне линии баланса при каждом шаге. Таким образом, давая им преимущество, которое снижает вероятность того, что им когда-либо будут противодействовать. Важной точкой внимания при обучении Кузуши всегда должна быть голова, потому что без нее Кузуши может часто быть неэффективным. В этом примере из-за отсутствия правильного движения головой приводит к неспособности заставить Уке переместиться достаточно далеко от его горизонтальной линии баланса. Но, когда голова поворачивается как надо, Кузуши становится намного эффективнее и смещая Уке из его линии баланса. Поэтому действие головы является важной частью обучения любому броску. Хороший учитель не может позволить себе лениться по-любому из вышеперечисленных практических пунктов, не доведя их до совершенного исполнения. Это необходимо делать постоянно так, чтобы развить необходимые навыки в наших учениках. Мы должны каждый раз делать это безупречно.